итак друзья всем привет продолжаем работу по объекту сегодня мы будем устанавливать маяки на стены с помощью такого плоскостного построителя будем задавать геометрию ванной комнаты для того чтобы у нас все было ровно и так сегодня в общем я вам покажу процесс как мы устанавливаем маяки что нам для этого нужно и расскажу еще немножко про весь этот процесс технологию там рекомендации ну и в общем что-нибудь еще полезное также мы продолжаем работу по очистке стен это нас будет санузел тут тоже самое происходит очистка здесь тоже будем установить маяки но чуть позже а а а а а а и 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 так устанавливаем маяки вот два майка пока установил обратите внимание какой слой здесь у нас и какая насколько у нас кривая стена вот видите там наверху прям 0 а вот здесь у нас уже то же самое здесь вот здесь у нас слой вон там у нас 0 поэтому вот так вот производит укладку кирпича вот в этом доме и так сказать и вот с этой стороной тоже с этим кирпичом тоже у нас такие же проблемы сейчас установлю маяк и вы увидите что с этой стеной не так но мы в общем сделаем геометрию все вы 90 градусов вертикальный уровень будет по полу будет горизонтальный уровень так что ничего страшного там нет какие бы стены не были мы всегда и сделаем ровными такова наша работа мы не можем и не должны никогда дело все плохо и так продолжаем работу по установке маяков вот лазер смотрите здесь на и сначала стоял тут потом его передвинул сюда для того чтобы поставить этот маяк вот такие вот отметки которые вот у меня вот здесь здесь там на стене на потолке нужно для того чтобы я мог безболезненно передвигать лазер и заново по этим отметкам общем выставлять плоскость для этого нам нужно очень лазер и желательно сможет еще второй лазер для того чтобы делать вертикальную установку маяка дальше смотрите сюда вот видите вот в этом месте у нас маяк прям впритык стоит к стене здесь вот у нас получается вот такой большой зазор это говорит о том что у нас вот эта кирпичная стенка тоже завалено но она вообще идет вертолетом поэтому не отштукатурить ее просто нельзя я всегда использую лазер когда устанавливал маяки поэтому не спрашивайте меня как можно установить маяки без лазера это можно но я этим способом не пользуюсь всегда использую лазер угольник и устанавливаем маяки если вам интересны этот процесс как установить маяки то смотрите его на канале перестройка 116 ссылка я оставлю в описании зайдете посмотрите там я все доходчиво пояснительно объяснил так что здесь повторяться я не буду мы продолжаем работу по установке маяков в данном помещении я завершил установил 11 маяков остался один этот проем где мы еще не установили маяк потому что здесь будет зашиваться гипсокартоном это мы сделаем чуть позже маяк установим заштукатурим выровняем в общем это все сделаем после а пока в общем готовый результат 11 маяков установлен теперь следующая процедура это а штукатуривание стен штукатурить будем мы смесью цементной штукатуркой фасадной фирмы боларс она армированная волокнами против растрескивание очень удобная для больших слоев тоже хорошо подходит поэтому для ванных комнат я использую такую штукатурку ну пока в общем как то так делаем работу дальше сейчас у нас подготовленный очищен туалет сейчас нам нужно загрунтовать мы его пропылесосили загрунтовать и будем устанавливать маяки здесь ну а на следующий день мы приступим к штукатуриванию ванной комнаты на данном этапе вроде пока все работаем дальше